Несмотря на постоянные предупреждения, что незнакомым людям нельзя сообщать реквизиты своих банковских карт, жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников. И чтобы поймать злоумышленников, полицейским республике приходится постоянно выезжать в другие регионы. Заодно из подозреваемых они отправились в столицу Башкортостана. Представительницу кочевого племени оперативники Чувашии задержали в Уфе. 31-летняя женщина пыталась убедить стражей порядка, что на преступление пошла от безысходности. Знаете, чтобы кормить своих детей, я вообще ни о чем не думала, правда. Потому что дети плачут постоянно, телефон, мама, мы голодные, мы боссы. Я же ни о чем не думаю, что будет со мной, как будет со мной. Потому что у меня муж вообще никак у него алкоголя третьей степени, он вообще не зарабатывает. В искренность ее слов верится с трудом. Женщина не скрывает, что постоянно просматривала в интернете объявления о купле-продаже недвижимости или других крупных товаров. На этот раз она представилась покупателем и предложила продавцу дачного участка перечислить несколько тысяч рублей на банковскую карту в качестве залога. Сказал, что предложит предоплату, но так как операция не проходит, попросил подойти к терминалу и ввести некоторые комбинации цифр, чтобы получить доступ к ее мобильному банку. Все это время она вводила ее в заблуждение различными фразами. Женщина сама не понимала, что дает этим самым доступ к своим средствам денежным. Любой пользователь банковской карты должен знать, что никакие кода и цифры на обороте банковской карты никогда никому сообщать нельзя. Даже сотруднику банка. Таким образом, узнав реквизиты банковской карты, женщина смогла снять с нее 50 тысяч рублей. Пока она призналась только в одном факте мошенничества. Оперативники изъяли у подозреваемой несколько мобильных телефонов, сим-карт и банковских карт. Полицейские устанавливают ее причастность к похожим преступлениям, совершенным в отношении жителей других регионов. Жадность глупить фрайеров. Может быть, поэтому. Но я опокаялась, честно. Я хочу всю сумму вернуть обратно. Потому что они в пользу не пошли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.